всем привет подписчики мои любименькие наверное скучали по историям то так вот сегодня история омника а прежде чем смотреть историю поставьте лайк если вам нравится истории dota 2 в моем исполнении просто поставьте его в начале поехали история начинается с детства молодого юноши который посвятил всю свою жизнь подвигом во имя всевышнего творца мира он прожил много лет будучи от всего сердца верующим свое дело не раз отправляясь далекие края рыцарям никогда не ставил свою веру под вопрос его дело было правым а тот кто не был с ним был против него со своим орденом он прошел немало крестовых походов убивая нечисть и проходя под натиском ужасных погодных условий попадая в засады и теряя близких людей и так шаг за шагом громобой так звали нашего героя уже начал терять былую уверенность своих клятвах отклонившись от военных сил ордена он отправился обратно в маску город в утесах знаменитый своим пещерным храмом где находились жрецы всевышнего ревнитель нашел их и бросил им вызов никто прежде не смел высказать подобной наглости и он не на это поначалу пытались сбросить с утеса для жертвоприношений но сколько бы человек на него не набрасывалось какие бы заклинания на него не обрушивали его так и не удалось даже сдвинуть с места и в тот момент пролился на стойкую фигуру воина свет небесный и поняли служители храма что всевышний избрал громобоя чтобы открыться отойдя прочь от избранного они пропустили старейшину чтобы тот открыл ревнителю дверь святая святых где хранились не свитки древней мудрости и не легендарные реликвии а где был тот кто испокон веков жил внутри скалы более того тот кто создал эту скалу бесчисленное множество лет назад чтобы защититься от опасности внешнего мира тогда рыцарь все осознал у него не было больше никакой причины сомневаться в истинности веры может быть всевышний не был никаким создателем мира но он был реальным теперь поход паладина имеет смысл за его целительными силами и воинской храбростью стоят реальные силы они какие-то там выдумки вера наделила omni night особыми силами которые помогают в битве против неверующих древние заклинания лечения монахов теперь используется рыцарем своих походах он может не только лечить себя и союзиков но и причинять урон противнику к сожалению это забирает у него очень много энергии и громобой постоянно нуждается в мане заклинание которое не позволило монахом убить наглеца у порога храма теперь помогает ему за пределами и маску со репейл создает щит который блокирует магию и не позволяет черным магам нарушить чью-то веру после встречи с всевышним вера рыцаря стала настолько огромна что позволяет ослаблять врагов одним лишь присутствием под влиянием ауры враги теряют силы и начинают передвигаться медленнее и наносить более слабые удары создатель храма рассказал омнику очень могущественное заклинание которое поможет защитить от любого физического урона если героев зовет к ангелу то все союзники получат ускоренную регенерацию здоровья это можно использовать только в очень важных случаях так что полагаться на это каждой битве не стоит мудрый друг это лучший союзник котл поможет омнику подкреплять веру окружающих и будет восполнять запасы маны но как вы думаете кто является самым опасным противником для священного рыцаря конечно же это исчадие от doom он способен вывести из боя на долгое время и тогда рыцарь обречен на поражение спасибо за просмотры дорогие друзья и подписчики кстати кому интересно могут заходить на твич я стримлю каждый день во в хс ход с дота и кс а также можете предлагать свои игры в которые можно будет покатать на твиче множество подписчиков уже получили и морталки и сеты за просмотр твича заходи и ты а в эти минуты с вами была моралити всем пока ребят и помните не кидайте пожалуйста репейл на врагов пожалуйста всем пока ребят пока пока и и и